Очищают детали от грунтовки до зеркального блеска и лишь затем приступают к сварке. На Севмаше стартовал первый этап открытого чемпионата по методике WorldSkills в компетенции сварочной технологии. Дмитрий Акишин за победу борется во второй раз. На Севмаше молодой человек работает три года, мечтает поучаствовать в чемпионате в Петербурге. Говорили, что там более профессиональные люди есть, познакомиться, пообщаться по сварке, по всему. Опыт набираться. Тут-то здесь не особо сложно, больше сложнее на заказах работать, чем здесь. Здесь-то что, собрано все, планки собраны, просто заварилось, а на заказах-то там конструкции большие. В компетенции сварочной технологии за победу борются семь человек. Для молодых специалистов подготовили несколько заданий. Сварка трубного соединения, стыковое, вертикальное, горизонтальное соединение пластины и тавровое соединение пластины. Именно из подобных деталей и по таким технологиям строятся лодки. Это просто стандарт. А там они будут другие, разные размером, длиной, толщиной. Сварщик Александр Порядин в WorldSkills участвует впервые. На чемпионат его уговорила супруга. Сегодня задание дали из прошлогодних соревнований с небольшим изменением сварки. Заводчане варят органно-дуговой сваркой, ручной и полуавтоматом. Например, при сваривании деталей труб их нельзя поворачивать. Вот это внизу сваривает. Встану на коленке и буду варить. Самое сложное выставить, потому что один ставишь, никто не помогает. Надо и подержать, и прихватить, чтобы было нормально, чтобы потом не увело ничего. Буквально на прошлой неделе мы только получили извещение WorldSkills International, что заменена ручная сварка электродами МР-3 на полуавтомат. Будут варить порошковой проволокой, что несколько облегчает для одних задания, для других усложняет. Потому что на нашем предприятии на порошковую проволоку проходит дополнительное обучение. На следующей неделе выберут лучшего в компетенции обработка листового металла. В прошлом году в этой номинации «Севмаш» представлял Дмитрий Федотов. Сборщик-достройщик победил на всероссийском этапе чемпионата WorldSkills High Tech 2016. Надо было построить ракету, тоже у нас просто были листы металла, из них нарезали детали, закатывали, нарезали, закатывали, сверлили. Сварка тоже была. Надо было все само одному сделать. Я уже там по возрасту на международный не проходил. Сейчас вроде хотят сделать до 31 года, насколько я знаю. В конце августа пройдет чемпионат по 3D-моделированию между инженерно-техническими работниками. Еще можно записаться на соревнования. Итоги первого этапа чемпионата по методике WorldSkills подведут 11 августа. Победители представят «Севмаш» предприятие на чемпионате ОСК в Петербурге. И, возможно, лучшие отправятся на всероссийские и международные чемпионаты. Продолжение следует...